В эфире программа «Сто к одному» А сегодня на этой площадке встречаются создатели телевизионной и радиопрограммы Итак, команда, представляющая телепрограмму «Пресс-экспресс» Вот они, «Пресс-экспресс» Где же паровоз? Паровоз есть у вас? Про паровоз поговорим чуть позже, я понял А сейчас начинаем представление следующей команды Это создатели радиопрограммы «Монмаранси», которая идет на «Эхо Москвы», правда ведь? На «Эхо Москвы» Итак, программа «Монмаранси» Вот они Заходите, пожалуйста Заходите, там написано все, радио Мы рады вас видеть, а вы? Молодцы, давайте знакомиться Андрей, как там это? Я даже не помню, кто написал эту музыку По-моему, Лайерцкий написал, Саша, вы написали? А как там? Я правильно делаю? Да Правильно? Посли и самплировал Отлично Итак, Андрей, представляете вашу команду Не зря нас называют бригадой железнодорожников Весело и легко пыхтеть нашему паровозику помогают Главный совещательный голос в кабине и начальник комментаторской будки, Саша Новиков Скоро лето! Определяющий пункт назначения редактор Оль Балакина Идеолог изящного движения и немножко режиссер Дима Синецкий Главный помощник машиниста и по совместительству директор пресс-экспресса Лили Вьюгина И ваш покорный слуга в роли доброго машиниста Андрей Егоршев Доброе утро! Доброе утро! Мы познакомились с пресс-экспрессом, а вот и Монмаранзе Саша, представьте всех ваших людей Надежда, она является... Надеждой? Нет Я вас сбил, извините Она является, в принципе, этой финансовой надеждой, поскольку программа на самоокупаемость Она является начальником цеха при нашей программе по набивке птичьих чучел А, понятно Слева от нее стоит Михаил, это, собственно, опекун одного из ведущих нашей программы Ну, поскольку ведущий сиамским близнецом является, мы не могли ее сюда привезти Екатерина Половинкина, она является как бы соведущей программы и, собственно, рекламным агентом Всем, кто не смог прийти Ага, так А Карим, вот, который стоит, самый там крайний, как бы за три года... Ну, он один Карим, он сразу выделяется из всех, как видно, так Он уникальный человек в том плане, что за три года существования нашей программы он прислал в нее единственное письмо Это наша, в общем-то... Наша надежда тоже Отличный представитель, пожалуйста, капитана команды Дело в том, что письмо прислал, видимо, я единственный радиослушатель, который умеет писать, поэтому... А для кого же у вас передача-то, я не понимаю Ну, вообще... Да, а, для слушателей, не для писателей, правильно И что же ближе к Лернскому? А где-то наш, так сказать, командир, в данном случае, ведущий, вот, популярной радиопередачи в определенных кругах Все понятно, я единственное хочу сказать, что, видимо, настолько ребята привыкли к тому, что существуют какие-то радиоусилители, они так интимным шепотком говорят Но, тем не менее, мы вас слышали, все было нормально, мы познакомились, начинаем игру Как всегда, наша первая игра Пожайте и приветствуйте, кнопки не трогайте, ради бога, не в этом суть игры А суть в том, что 100 человек до вас с разной возрастной профессией уже отвечали на вопрос, который я задам вам Шесть самых популярных ответов у нас на табло, нужно их отгадать, используя интуицию или глубокие знания в психологии массового сознания Получится у вас выговорить? А уже не с дорожки получится, аж, ага, как выговорить? Я чучело набиваю нормально Чучело нормально, что-то все прочучело целый день Итак, приготовились, внимание, вопрос Что делают люди, чтобы обратить внимание на свои слова? Александр, что же они делают? Ну, вот как сказали, громко надо говорить Громко надо орать Громко, смотрим на табло Громко разговаривать у нас есть на табло? Конечно, кричать, это же почти громко разговаривать Это верхняя строчка, поэтому поговорим Андрей не обиделся, мы продолжаем с вашей командой разговора о том Что нужно делать, чтобы обратить на себя внимание и так надежды? Что люди делают? Жестикулируют Жестикулируют, это как? Покажите, пожалуйста А, вот так вот они разговаривают С сурдопереводом Смотрим на табло Есть ли у нас жестикуляция на табло? Ну, конечно, и жестикуляция есть еще 19 тысяч в розыгрыше Михаил Улыбается Как это они делают? Да, конечно Классно улыбается, все обратили внимание Смотрим на табло Улыбки у нас есть? А улыбок не оказалось, к сожалению, первый промах Кати Что надо делать? Что люди делают, чтобы обратить на себя внимание? Апеллируют к собеседнику часто Это как они там? Хватают за грудки? Да Апеллируют к собеседнику Смотрим на табло Понятно Имелся в виду, конечно же, не журнал собеседника Конечно Собеседник Карим, ваша версия Ну, видимо, используют личное Плохо слышно Личное обаяние Ли... Что? Личное обаяние Личное обаяние Личное обаяние Есть у нас на табло? Обаяние нет Ну, не знают, наверное, как обратить на себя внимание Мы приходим к пресс-экспрессу С блиц-опросом, Александр Ну, я думаю, что говорят в мегафон Говорят в мегафон То есть даже кричать не надо Просто в мегафон говорить Ольга Дергают за пуговицу Дергают за пуговицу Дмитрий По телевизору выступают Выступают по телевизору Лили, ваша версия Перебивают собеседника Перебивают собеседника Бедный собеседник Андрей, итак Или предлагайте свою версию Или выбирайте из предложенных участниками команд Что люди делают, чтобы обратить внимание на свои слова Итак Я сторонник коллективного разума И выбираю Лилин вариант Еще раз Перебивают собеседника Перебивают собеседника Смотрим на табло И все деньги, заработанные монмаранцы, остаются у них Счет становится 78-0 Однако мы не разобрались, что же нужно делать, чтобы обратить на себя внимание Откройте, пожалуйста, шестую строчку табло Стучат по столу, это важное умение Откройте теперь пятую строчку Кашляют Ну действительно, если кашлят, то обращаешь на себя внимание собеседника Верно ведь, Михаил? А вы улыбаться, все Откройте теперь четвертую строчку Замолкают, представляете, говорил, говорил, вдруг замолк Все обращают внимание Откройте теперь третью строчку Изменяют интонацию, то есть то громко, то тихо И таким образом привлекают в себя внимание Я знаю несколько политических деятелей, которые пользуются всем этим Они то кричат, то жестикулируют, то изменяют интонацию, то замолкают, то кашляют, то изучают послу И тем обращают на себя свое внимание, то есть наше внимание А со счетом 78-0 мы приходим к двойной игре Двойная игра А сейчас мы в конюне Дьявола Здесь даже в тени плюс 50 градусов Твой выход тортила Как я люблю турнистов Париж, где рождаются моды и духи Дарит вам неповторимую коллекцию камей Три французских аромата И пархатная пена камей ухаживает за вашей кожей Коллекция камей Камей натюрель И вы полны энергии Камей классик Столь красивый Камей шик Восхитительная аура Коллекция камей Неотразимое искусство обращения Двойная игра Итак, двойная игра Монмаранси и Пресс-экспресс Пока Монмаранси выиграют со счетом 78-0 А каждый очко в этой игре будет превращаться в 2000 рублей Эти деньги оплачивает банк Огни Москвы Спасибо большое, банк Огни Москвы А я жду у игрового стола вторых участников команд Прошу вас, Лиля, прошу вас, Надежда Вы Надежда Итак, приготовились 100 человек разного возраста, разных профессий Отвечали на этот вопрос 6 самых популярных ответов Мы расположили у нас На табло На табло И именно их и предстоит Отгадать О, спасибо Какое-то участие в игре что было такое Правда, ведь это же как массовик-затейник Это так веселее Про вот это будет приезжать кто из вас, кто Первый нажмет на пимпочку Вот, спасибо Красную кнопочку, приготовились, вопрос Самая сильная человеческая страсть Ты первая была, Надежда Надя, я вас спрашиваю Как на ваш взгляд, какая самая сильная человеческая страсть? Зависть Зависть Ну вот, терраска, неромантично А что, среди ваших знакомых как много завистливых людей? Все Вот ведь как, трудно вам живется Смотрим на табло Зависть есть у нас на табло? Зависть есть, однако с Надеждой согласны всего лишь 5 человек из 100 опрошенных Но это все-таки не так плохо Лиля, вы имеете возможность ответить на тот же самый вопрос? Самая сильная? Самая сильная, вот это написано Самая сильная человеческая страсть Любовь Любовь Вот они, романтики из пресс-экспресса Смотрим на табло И это верхняя строчка 47 человек согласны с командой пресс-экспресс Возвращайтесь к вашим командам из пресс-экспресса Мы продолжаем разговор о том, какая же самая сильная человеческая страсть, Дмитрий Страсть, не страстишка, страсть Власть Власть Но это разве страсть? Жажда Жажда власти Смотрим на табло Есть у нас жажда власти Жажда власти, к сожалению, не оказалась Ольга, ваша версия? Ненависть Ненависть Ну, это как-то менее романтично Смотрим на табло Смотрим Есть ненависть, есть 8 человек с вами согласны Александр, ваша версия? Ну, я думаю, корыстолюбие Корыстолюбие Это такая трудновыговариваемая страсть Смотрим на табло Нет корыстолюбия Это был второй промах Осторожнее, Андрей И ваша версия? Деньги Деньги Это действительно страсть Смотрим на табло Ну, деньги есть Конечно, это вторая строчка И мы продолжаем с пресс-эк-прессом Лилия, ваша версия Но если корыстолюбие не подходит, то жадность Жадность Смотрим на табло И жадность есть То есть вы не хотите за этим манморацией поиграть Вы блестяще играете Это хорошо, Дмитрий, ваша версия Моя версия Самой сильной страсти Это... Считаю, это трех-один Секс Секс Вот это стресс какая То есть сильная, да? Очень Очень? Бурлит Дмитрий Интересно, интересно Смотрим на табло Есть ли у нас секс на табло? Порнография какая-то Ха, секс есть Есть секс Пресс-эк-пресс знает все сильнейшие человеческие страсти Это любовь, деньги, ненависть, жадность, секс и зависть И счет у нас такой Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну наверняка И счет у нас следующий 162.78 в пользу команды Прекс-экспресс А сейчас нас ждет все решающее Тройная игра Тройная игра Итак, стройная игра То есть каждый очко заработан участник команды обращается в 3000 рублей. Все эти деньги оплачивает Банк Огни Москвы. Сейчас-то все решится. Кто выйдет в финал, кто будет бороться за право обладаниями 10 миллионами рублей. Я жду здесь третьих участников команды. Миша, улыбнитесь и идите сюда. Ну и, конечно же, Дмитрий. Я напоминаю, что до вас 100 человек разного возраста, разных профессий. Здравствуйте. Я вам не мешаю. Отвечали на этот вопрос. Сейчас на этот вопрос предстоит ответить вам. Правда, это будет приезжать тому, кто первый ждет на красную кнопочку. Сможете, Михаил, нажать? Кнопочку видите? Нажать смогу. А что же? Самоуверенно. Внимание, вопрос. Специально для вас, Миша, готовились. Что несъедобное глотают люди? Конечно, Михаил был первый. Я же говорил, это для него. Михаил, что несъедобное глотают люди? Мухоморы. Мухоморы? Да. Угадай. Смотрим на табло. Есть ли мухоморы? Мухоморов не оказалось. Дмитрий? Лекарства. Лекарства. А как они углотают? С трудом. С трудом. Смотрим на табло. Есть у нас лекарства на табло? Конечно, Мария, где наш понадолк, в конце концов? Возвращайтесь к вашим командам. Сама принимаю. Мы начинаем разговаривать с прессом о том, что несъедобно глотают люди. Ольга? Дым. Дым глотают табачный. Смотрим на табло. Есть дым, действительно. Еще 30 тысяч в розыгрыше. Александр? Ну, некоторые глотают оскорбления. Глотают оскорбления. Красиво. Вы литератор. Отчасти. Я запишу чуть позже. Мы смотрим на табло. Оскорбление. Есть у нас на табло? Оскорбление не оказалось. Пресс-экспрессом продолжаем разговаривать с тем, что несъедобно глотают люди Андрей. Четыре до трех. Один. Обиду. Обиду глотают. Смотрим на табло. И обиды не оказалось. Это был второй промах. Лилия, ваша версия? Ну, дети обычно глотают всякие мелкие вещицы, игрушки какие-нибудь детские. Слоников. Слоников, да. То есть, до свидания, наш какой-то радостный мишка. Да. Да, вот. Случайно. То есть, мы кого ищем-то? Слоников? Нет, а еще вилки ложки иногда по пьяни глотают. Не, минуточку. Дети по пьяни, Лилия, ну я вас умоляю, что вы несете? Что? Молчите, Андрей. Я вас слушаю версию, что мы ищем на табло. Считаю до трех или засчитываю вам проигрыш. Один, два. Маленькие детские игрушки. Маленькие детские игрушки. Это какая-то мания просто глотать. Смотрим. Игрушки есть на табло. Игрушек не оказалось. Были запросы. Я перехожу к команде Монмаранси и Карим. Что здесь едобно и глотают люди? Ну, вот наш предводитель жвачку проглотил. Он сейчас не так давно. Понятно. Жвачку. Катя. Зубы. Зубы глотают. Совсем же неприятно. О, Миша. Что здесь едобно и глотают люди? Пуговицы. Пуговицы глотают. Надежда? Слезы. Слезы глотают, невидимые миру. Александр. Начальник цеха слезы. Слезы. Вы просто любите Надю. Я люблю ее результаты. А Надю не любите? Ну как, я отношусь к ней как к техническому человеку сугубо. Понятно. Это что-то глубоко личное, и мы смотрим на табло. Что слезы? Да. Есть ли слезы на табло? И слез не оказалось. Это значит, что все деньги из розыгрыша переходят на счет пресс-экспресса. И счет становится 303-78. Однако нужно знать, что же люди глотают несъедобно, чтобы хотя бы не делать этого. Откройте нам, пожалуйста, третью строчку табло. Пуговицы. Вот была версия у Миши, он знает, что глотать. Я же спрашивал. Я же знал. Это для него вопрос. Продолжаем. Откройте нам теперь четвертую строчку. Гвозди глотают. Вот чудаки, зачем мне это делают. Откройте пятую строчку. А такая версия была у команды пресс-экспресс. Действительно. Ложки, вильки, и все это можно глотать. И, наконец, вы будете приятно удивлены. Откройте шестую строчку, пожалуйста. Вот так вот. Вот так. Ну и что? Почему вы не воспользовались всеми вашими версиями? Вы говорили про все. И про пуговицы, и про жвачку. Александр, зачем вы это сделали? На пучалке денег. Так при чем здесь деньги? Тут азарт, игра. Александр, зачем вы так сделали? Не знаю, упрямство мое какое-то. Да, хотел пуговиться. Вот ведь как. Ну что ж, со счетом 303.78 мы переходим к большой игре. Большая игра с лидером, с командой пресс-экспресс. Субтитры создавал DimaTorzok Маня отлично знает, чего ей хочется. Ей хочется вискос. Вискос. Сделан из свежего мяса и обогащен всеми витаминами и минеральными веществами, которые необходимы кошке. Посмотрите, с каким аппетитом Маня съедает все до последнего кусочка. Она просто обожает вискос. Ваша киска купила бы вискос? Огни Москвы. Ваш банк. В банковском переулке. Сто к одному. Большая игра. Итак, мы начинаем большую игру с командой пресс-экспресс. Нужно только выяснить, с кем мы начнем игру, а кто присоединится чуть позже. То есть с Андреем мы начинаем. Александр, вы временно покидаете нас. Прошу вас. Вы нас покидаете, но вы скоро вернете, я надеюсь. Покидайте. Покидайте. Вот. Александр покидает, покидает. И, собственно, покинул нас уже. Вот он нас покинул, его увели далеко за кулисы, а вам, Андрей, я напоминаю наши правила. В том случае, если с Александром вы набираете 200 очков в сумме, команда становится обладателем 10 миллионов рублей от банка. Как называется? Огни Москвы. Совершенно верно. В вашем распоряжении 15 секунд. Вы должны ответить на 5 моих вопросов. Вы готовы? Готов. Отлично, поехали. Чем можно набить оскомину? Яблоком. Что мешает ходить? Костыли. Самый дорогой автомобиль? Роллс-Ройс. Кто писал сказки для детей? Андерсон. Что носят под рубашкой? Майку. Отлично, вы уложились 15 секунд, и мы смотрим на табло. Андрей. Да. Сначала я вас спросил, чем можно набить оскомину? Вы сказали, яблоком. Ну, я думаю, что не зря. Что нам скажет компьютер? Сколько человек согласны с этим мнением? 27 человек. Прекрасно. Второй вопрос был, что мешает ходить? Костыли. И вы сказали, что-то грустное, костыли. Действительно, костыля ходить неудобно. Сколько человек считает, так же, как и вы? Два. И сумма стала 29 очков. Дальше я вас спросил, самый дорогой автомобиль? И вы сказали? Роллс-Ройс. А вы считаете, вы уверены, что это самый дорогой автомобиль? Вот лично вы? Да. Что, действительно? А всякие модификации Роллс-Ройс типа Бентли? Ну, это модификации. А ну и бог с ней, действительно. А сколько людей считает, что именно Роллс-Ройс самая дорогая машина? 23, это блещаще. И счет стал 52 очка. У вас у него какой автомобиль? БМВ и Шевроле. Не понял? Два. А какой модели у вас БМВ? 525 инжектор, 81-го года раздолбанный. Я на ней езжу на работу. Не надо оправдываться, не надо. Не надо. И мы продолжаем. Это интересно. Дальше я вас спросил, кто писал сказки для детей? Кто же это делал? Андерсон. Андерсон. Ганс. Христиан. Христиан. Сколько человек помнит об этом? 37, сумма стала 89 очков. Прекрасно. Наконец я вас спросил, что носят под рубашкой? Что вы носите обычно под рубашкой? Я ничего. А вообще майку. Не надо стрептизмировать. Майку. И сколько человек согласны с вами? 60, сумма стала 149 очков. Блестящая игра. Андрей, прошу вас вернуться к вашей команде. А мы ждем Александра, чтобы продолжить большую игру. Большая игра с пресс-экспресс. Пока Александр идет к нам, я хочу напомнить, что те телезрители, которые захотят принять участие в нашем телефонном анкетировании в течение часа после выкода программы эфира, могут звонить по телефону 201-3519 и отвечать на наши вопросы. Это все объявление. Мы ждем Александра, чтобы продолжить большую игру. Вот и Александр. Идите к нам сюда. Пока Александр идет, я напоминаю, что в его распоряжении 20 секунд. При том, что Андрей блестяще выступил. Он набрал, смотрите, 149 очков. Это замечательно. Всего надо набрать сколько? Вы помните? 200. 200. Вы помните. Ну и чудно. За 20 секунд вы будете отвечать на те же самые вопросы, на которые учил Андрей. И в случае, если ваш ответ совпадет с его, вы услышите звуковой сигнал. Вот такой. Вот. Вот такой. И тут должны предложить другую версию ответа. Поехали. Поехали. Чем можно набить оскомину? Лимоном. Что мешает ходить? Протез. Самый дорогой автомобиль? Крайслер. Кто писал сказки для детей? Ершов. Что носят под рубашкой? Майку. Цепочку. Цепочку. Хорошо. Ну, замечательно. Давайте смотреть на табло. Итак, Александр. Сначала я вас спросил, чем можно набить оскомину? Вы сказали лимоном. И сколько человек согласны с вами? 20 очков. Замечательно. Сумма стала 170. Всего 30 очков нужно набрать. А дальше я вас спросил, что мешает ходить? Опять что-то грустное сказали вы. Протез. Протез. Это если он плохой. И сколько человек согласны с вами? Ноль. Никто об этом не вспомнил. А самый популярный ответ был обувь. Вы бы заработали 34 очка. Дальше я вас спросил. Самый дорогой автомобиль. А вот у вас есть автомобиль? Есть. Какой? Volkswagen Juke. Volkswagen Juke. Один всего? Потому что у Андрея два. У него Chevrolet, правда я не выяснил какой. Volkswagen 1. Volkswagen 1. А второй? Volkswagen. А третий? Москвич. А четвертый? Собираюсь купить. Понятно, спасибо. И тем не менее, самый дорогой автомобиль, вы сказали, Chrysler. Да. И сколько человек согласны с вами? Шесть. Сожалею. Никто не вспомнил. Самый популярный ответ был действительно Rolls-Royce 23 очка. А на втором месте был Mercedes. Вы бы заработали 14 очков. Дальше я вас спросил. Кто писал сказки для детей? Вы любите сказки? Обожаю. И ваша любимая сказка, по всей видимости? Винни-Пух. Как же не конек, горбунек? С детства не люблю. С детства не любите. Ершова просто вот... Я понимаю, но вы сказали именно Ершов. Да. И сколько человек согласны с вами? Два человека, сумма стала 178. Самый популярный ответ был действительно Андерсон. 37 человек сказали так. А на втором месте был Пушкин. Вы бы заработали 16 очков. Он тоже писал сказки для детей. Серьезный момент. Да? Я вас спросил. Что носят под рубашкой? Да. Вы мне сказали что? Цепочку. Цепочку. И так вы легкомысленно поступили, правда ведь? Ведь можно было набрать 200 очков. Посмотрим. Удастся или не удастся? Нужно сколько набрать всего? Ну, не удастся. Смотрим на экран. Сколько человек согласны с вами? А самый популярный ответ был под рубашкой. Они носят тело. А вы бы заработали 15 очков. Не удалось пресс-экспрессу набрать 200 очков. Не удалось бы сегодня заработать 210. 10 миллионов от банка «Огни Москвы». Видимо, всё-таки они тоже слишком оригинальные. Но я очень благодарен обеим командам. Очень жаль, что вас здесь я не вижу. Где вы, друзья мои? Ах, вот вы где. Спасибо. А я прощаюсь с нашими телезрителем до третьей недели. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!